В Караганде замерзают люди без определенного места жительства. Подобные сообщения частенько поступают к нам в редакцию. Неравнодушные караганинцы просят обратить внимание на жуткое существование бездомных в зимний период. Однако помочь такому контингенту в шахтерской столице не берется никто. Имеющийся центр адаптации не вмещает весь поток бездомных. Александр Бинников попал в центр адаптации два дня назад. Его подобрали на улице Лободы. Мужчина сначала отказывался ехать в приемник, но морозы заставили изменить решение. Он едва не погиб от переохлаждения. Обросшего и грязного Александра сейчас не узнать. Сытый, одетый и чистый, он с неохотой рассказал о себе. Восемь лет я уже на улице. Говорит, в восемь лет? Да. И зимой? И зимой лет. И зимой где вычем? Тоже на другой. Мама умерла, квартиру поделили, вот и остался на улице. Основной контингент – бывшие заключенные и люди, привыкшие бродяжничать. По словам администрации приемника, последние в центре не приживаются. Привыкшие к свободе они частенько сбегают. В 2016 году в центре адаптации поступило 244 человек. Из них 166 человек были оказаны бытоустроены. Это в общежитии, родственникам. И по месту трудоустройства они остались некоторые проживать. И с мест лишения свободы в 2016 году в центре адаптации поступило 28 человек. Ну, как я сказал, в 2017 году поступило еще 8 человек. Сейчас еще ожидаем смесь лишения свободы, которая будет поступать нам. Центр адаптации для бездомных рассчитан всего на 50 человек. Сейчас в нем живут 57 лиц без определенного места жительства. Данная организация не решает проблему распределения бродяг. Их в шахтерском регионе становится больше с каждым годом. А новый центр появится не скоро. А ям Амрина, Жахслах Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.